Дикий зверь тропой бежит, так как хрюкнет, завизжит, с ним детишек караван, а зовут его как? А зовут его Кабан! И сегодня мы с вами поговорим о лесных кабанах. Кабаны являются древними млекопитающими на нашей земле. Они появились на нашей земле 10 миллионов лет назад. А вот в Европе и Азии они появились сравнительно не так давно, всего лишь 2 миллиона лет назад. И были они очень большими, крупными животными. Это в холке они достигали 2 метра в высоту и весили они около тонны. И были у них огромные-огромные клыки, которыми они ели больших животных, тоже млекопитающих, но травоядных. Древнее название кабана – вептрь. Взрослых самцов из-за мощных направленных вперед клыками охотники называют сикачами. Кабан – крупный массивный зверь на коротких и довольно тонких ногах с большой головой, занимающий почти треть туловища, а щетина образовывает гребень на спине. Окрас взрослых кабанов разнообразен от серого до почти черного. На конце узкого рыла находится хрящевой пятачок, которым кабан роет почву, перепахивая довольно большие участки в поисках сочных подземных растений. А также у кабана прекрасные обоняния, и они очень точно вынюхивают питательные клубни и корни под землей. Кабаны из-за многовековой привычки спасаться от охотников предпочитают вести сумеречный и ночной образ жизни. Кабаны едят жёлуди, съедобные подземные части растений, червей, мелких грызунов, птиц, улиток, лягушек, рыбу, насекомых и их личинки. А иногда кабаны наносят вред кукурузным и картофельным полям. За сутки кабан съедает до 6 килограммов корма и проходит до 8 километров. Кабанов часто считают грязнулями, потому что они любят валяться в грязи. А на самом деле это такая кабанья хитрость. Извалявшись в грязной луже, кабан сушится, а потом трётся шкурой о кору деревьев, сдирая корку грязи вместе с застрявшими в ней паразитами. И ещё грязевые ванны помогают кабану регулировать температуру тела в жаркий день. А дикие кабаны живут небольшими семейными группами, состоящими из самцов-сикачей, свиней и поросят. Весной, в марте или апреле, самка приносит от 4 до 12 поросят, которые в первые месяцы жизни имеют защитную полосатую окраску. Когда самка кабана водит поросят, то не стоит отвлекать её вниманием. Если она решит, что существует угроза её детёнышам, то может быть очень опасной. И помните, ребята, что лесной кабан – это дикое животное в первую очередь, и его кормить с руки нельзя и особенно гладить. Поэтому, если вы вдруг нечаянно встретили его в лесу, то вам стоит залезть повыше на дерево. Несмотря на свой неповоротливый облик, кабан способен двигаться очень быстро, и его лучше не сердить. Вооружённые двумя острыми загнутыми клыками, взрослый самец-сикач может быть опасным врагом. Каждый кабан или каждая стадо кабанов имеет свой участок, в пределах которого находится лёжка – место, куда животные приходят на отдых, и водоём, где проходят водные процедуры. Чаще всего они принимают ванны в жару и в период линки. Основным врагом кабана является волк, который особенно страшен в снежные зимы. Из-за коротких ног кабаны, особенно подсвинки и поросята, не могут быстро передвигаться по глубокому снегу и становятся лёгкой добычей. Естественной средой обитания лесных кабанов являются леса и тростниковые заросли Европы, Азии и Центральной Африки. И благодаря человеку наш клесной кабан пересёк океан и весьма неплохо обжился в Северной Америке, в Центральной и в лесах Аргентины. Насчитывают пять видов диких лесных кабанов. Это Центральноевропейский, Среднеазиатский, Индийский, Уссурийский и Японский. Центральноевропейский кабан широко распространён в разных странах Европы, а также в Европейской части России. Для этих животных характерна небольшая длина тела, примерно 130-140 см, и их масса достигает средних показателей, около 100 кг. Среднеазиатский кабан обитает в Средней Азии, Афганистане, Казахстане и Монголии. Их рост в среднем составляет 150-160 см, а масса тела может достигать 120-130 кг. Шерсть этих зверей не очень плотная, что объясняется их постоянным проживанием на территориях с достаточно жарким климатом, и животным удалось приспособиться к такой среде обитания, и они чувствуют себя в ней очень комфортно. Индийский кабан распространён на территории Индии, Непала, Шри-Ланки и соседних государств. Особенность индийских кабанов состоит в том, что они не боятся людей. Они спокойно, без опасений, выходят в степные районы и собирают свои любимые лакомства. Местные жители также не боятся этих животных и никогда не ведут себя агрессивно. Уссурийские кабаны обитают на территории Китая, а также на землях Дальневосточного района России, вблизи река Мур и Уссурий. Иногда этот вид именуют Дальневосточным. Представители данного вида являются самыми крупными из всех существующих кабанов. При обычном росте в 170-180 см, масса их тела достигает значения 250-350 кг. Благодаря своим размерам эти животные крайне сильны и выносливы. Они способны преодолевать большие расстояния и преследовать того, кто будет угрожать их стаду или себе. Японский кабан обитает на территории Японии, за исключением некоторых островов. Представители вида обладают крупными размерами тела и темной густой шерстью. Со стороны эти животные выглядят очень массивными и даже огромными. Эти млекопитающие спокойны и миролюбивы, поэтому их нередко содержат в различных зоопарках и заповедниках. Помимо пяти видов лесных кабанов, в мире можно встретить еще 8 удивительных диких свиней. Бородавочник обитает в африканских саваннах. Своё название это животное получило благодаря кожным наростам, которыми усыпана вся его морда. Бородавочники – вегетарианцы. Их рацион состоит в основном из травы, которую они щиплют, опустившись на колени. Из-за такого способа передвижения на его коленях образуются мозоли, защищающие суставы от повреждений. Основными врагами бородавочника являются львы, леопарды и гиеновые собаки. Кистиухая или речная свинья обитает в лесах и зарослях кустарника в Африке, в Восточной Африке на островах Мадагаскар. Своё название эта свинья получила за длинные кисточки на ушах. Его представителей отличает ярко-рыжая окраска и эффектная белая полоса на спине. Кистиухие свиньи часто совершают набеги на фермерские угодья, уничтожая посевы кукурузы и арахиса, до что их нещадно отстреливают. И довольно большую часть их рациона составляют корма животного происхождения. Падаль, черви, мелкие млекопитающие птенцы. Известны также случаи нападения кистиухих свиней на спак и на ворожебчанных детей копыток. В природе основным регулятором численности этого животного является леопард. Большая лесная свинья также живёт в Африке. Несмотря на свои поистине гигантские размеры, более метра высотой и более 200 килограммов веса, эти дикие свиньи стали известны человеку лишь в начале прошлого века. Представители этого вида живут в непроходимых экваториальных тропиках Африки, предпочитая самые густые участки. Естественными врагами большой лесной свиньи являются леопард и гиеновая собака. В зоопарках этих свинок увидеть нельзя, так как они не живут в негоне. Бородатая свинья обитает на полуострове Малакка и островах Ява, Суматре, Калимантане и нескольких мелких индонезийских островах. Тело бородатой свиньи покрыто длинной редко щетиной, цвет которой варьируется от серого до бурова. Её рыльце обрамлено длинной светлой щетиной, напоминающей городу. Бородатые свиньи предпочитают селиться в манговых лесах. Основу рациона бородатой свиньи составляют фрукты, молодые побеги, корни и беспозвоночные. Очень часто эти свиньи сопровождают стаи приматов, подбирая упавшие на землю фрукты. Основными врагами бородатой свиньи в дикой природе являются леопард и малайский медведь. Бабирусса. С малайского название переводится как свинья-олень. Свинья с очень экзотической внешностью. Её спина очень сильно вымнута, ноги у неё тонкие и высокие, а голова удлинённая и небольшая. Пятачок и уши очень маленькие. Главным украшением бабирусы являются две пары клуков, одна из которых растёт, как и положено, изо рта, зато вторая торчит прямо на морде. Бабирусы отличный пловец. Они обитают в болотистых лесах и зарослях тростника. Бабирусы занесены в Международную Красную книгу. В настоящее время осталось около 4000 этих диких свиней. Висайская бородавчатая свинья обитает только на двух филиппинских островах – Негро и Панай. Это довольно крупное животное с формой тела, типичной для свиней, длиной 1 метр. Вес животных в пределах от 20 до 40 килограмм, иногда до 80 килограмм. Цвет шкуры тёмно-серые или чёрные. Редкие щетинистые волосы покрывают большую часть тела, а не преимущественно чёрного цвета. У взрослых самцов часто преобладает желтовато-серебристая щетина. Тело особи мужского пола покрыто белыми волосами на плечах и по бокам. Клок волос обычно присутствует на макушке головы. Это украшение либо тёмно-красновато-коричневого, или чёрного цвета с ограблениями красных или соломенного оттенка волос. У самцов этот пучок расширяется в длинную гриву, которая тянется от лба вниз до задней части крестца. Висайская свинья поедает пальмы, дикие бананы, авокадо, часто потребляет дождевых червей. Висайская бородавчатая свинья внесена в международную красную книгу, как редкий вымирающий вид. Яванские свиньи населяют острова Ява, Филиппины и Сулавесси. У яванских свиньи три пары бородавок на морде, две под глазами и две нарыли под глазами, а также две на заднем углу нижней челюсти. В основном они обитают в долинах рек, на заболоченных участках леса и в высокотравных саваннах. Вообще яванские свиньи малоизучены. Известно, что по своим вкусовым предпочтениям они похожи на бородатых свиней. Этот вид занесен в международную красную книгу. Карликовая яванская свинья обитает в предгорьях Ямалаев, в Бутане, Непале и северо-западном Осаме. Впервые этот вид был описан в 1847 году. Это очень скрытное животное, ведущее ночной образ жизни. Карликовая свинья – самый мелкий представитель семейства свиней. Ее высота не превышает 30 см, а длина – менее 65 см. Питаются карликовые свиньи в основном растительным кормом, но не брезгуют насекомыми и мелкими позвоночными. Карликовая яванская свинья занесена в международную красную книгу. В западном полушарии, а именно в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Аргентине, свиней и кабанов замещают похожие на них пекари. Пекари в переводе означает «зверь, способный проделывать дороги в лесу». Население Америки прозвало это животное «мускусной свиньей». Дело в том, что возле хвоста, в нижней части спины, располагается характерная для пекарей железа, которая выделяет особый секрет, обладающий специфичным малоприятным запахом. В отличие от кабанов, у пекарей на задних конечностях имеется 3 пальца, а также имеется 38 зубов, наличие верхних клыков, треогранные формы, которые направлены вниз, у самок две пары молочных желез. В длину пекарей достигает около 100 см, высота в полке 55 или 57 см и в среднем весит взрослая оса до 30 кг. Пекари питаются грибами, орехами, луковицами, корнями, змеями, лягушками, яйцами и падалей. Ученые обнаружили и тщательно изучили только 4 вида пекарей. Это гигантский пекарей, чакский пекарей или ослиная свинья, белобородый или белогубый пекарей и ошейниковый пекарей. Повсеместно на земле фермеры и животноводы занимаются разведением домашних свиней ради мяса и шкуры, из которых ищут обувь и одежду. Люди одомашнили свинью еще в каменном веке. И свиньи умные поддаются обучению так же хорошо, как и собаки, о чем можно с уверенностью прочесть. Произведение Астрид Лингрен, Эмиль из Лениберки, в одной из глав, которая называется «Как у Эмиля появился новый друг», а также в книге Кинга Смита Дика «Поросенок Бейб, Туз и Трех». Ежегодно 12 января отмечается День Кабана, потому что в древности именно в этот день шли охотиться на кабана. А вот 1 марта отмечается Всемирный День Свиньи, как дань признания о домашней свиньи во всем мире. О том, по каким лесам бродят лесные кабаны, какие разновидности можно встретить в мире, вы узнаете из энциклопедий, которые находятся в нашей библиотеке. В сборнике Евгения Чарушина в зоопарке вы найдете рассказы о животных зоопарка, в котором автор делал анималистические зарисовки к своим произведениям. Однажды с писателем произошел забавный случай в рассказе кабаны, в котором он описывает свою встречу с кабанами в зоосаде. Интересная и увлекательная книга Марси Уотсон «Настоящая принцесса» Кейт Дикамилла – это легкая и интересная книга про необычную семейку Уотсон и их веселых соседей, а также чудо-свинку Марси. Книга состоит из нескольких рассказов про свинку, которая любит тостики и ради них готова на все. Все приключения в этой книге заканчиваются пиром с тостиком. Веселая и добрая книга Агнеш Балинт, а гном Изюмка и Тадейка поведает нам о зеленом поросенке Изюмке и гном Гномыче. Изюмка по-прежнему шалит и не слушается, а гном Гномыч учучит его уму-разуму. И хотя Изюмка доставляет гному немало хлопот, он нежно любит этого упрямого непоседу. А когда в их домике тыкви появляется еще и маленькая морская свинка по имени Тадейка, то гному приходится призвать на помощь всю свою смекалку. В истории про поросенка Геннадия Циферова произошла такая история. Однажды поросенок отправился куда глаза глядят и попал в Африку. И там поросенок подружился с тигром и зажим беззаботно. Но заскучился по родным героям и решил вернуться. А чтобы его не обижали, он взял письмо от своего друга тигра с собой. А в книге Александра Тихонова, которая называется «Школьная хрестоматия по природоведению», есть небольшой рассказ «Постелька для свинок» о том, как кабаниха устилает свое гнездо перед тем, как появятся «Маленькие поросят». Из истории Казахстана мы знаем об Атыре, которого зовут Кабанбай. И звали его по-настоящему Яросыл. А Кабанбай – это его прозвище, которое за ним закрепилось. Все дело в том, что в 15-летнем возрасте он встретился со свирепым вепрем, и которого в одиночку победил. За что и получил такое прозвище Кабанбай. А у Николая Куна в подвигах Геракла описывается один из подвигов, который называется «Эримановский вепрь», где Геракл также очень отважно побеждает вепря и приводит его к эфрисфею. Приходите к нам в библиотеку, узнавайте больше информации об удивительных животных, подписывайтесь на наши соцсети и канал YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok